Девушки отдыхают Не могли бы вы рассказать, каково это ощущать Божественное внутри себя? Причина, по которой этого не ощущает каждый, в том, что каждый во что-то верит. Единственное, что я сделал собой, остался необразованным. Мой ум точно такой же, как и у младенца. В нем нет ничего. Оставаться необразованным нелегко, потому что начиная с самого вашего рождения, родители, учителя, каждый взрослый, богослов, мулла, священник — все пытаются научить вас чему-то, что не сработало в их жизни. Да. Очень просто проверить, сработало это в их жизни или нет. Предположим, у вас в доме ребенок трех-четырех-пяти лет. Кто из вас более радостный? Вы или ребенок? И кто должен быть консультантом в вопросах жизни? Несчастные или радостные люди? Так что сначала посмотрите на лица советчиков, не обращая внимание на их слова. Если они на седьмом небе от счастья, тогда слушайте их. Нам важно узнать, как они достигли такого блаженства. Если они несчастные, не имеет значения, насколько правильные вещи они говорят. Эти чертовы вещи не сработали для них. Так что единственное, что я сделал с собой, — это остался необразованным. Это означает без отождествления со своим происхождением, семьей, религией, культурой, философией, политикой, с тем, что происходит вокруг вас. Вы можете быть вовлеченными, но вы не отождествляете себя с этим. Если вы не отождествлены для человеческого разума, естественно, обратиться внутрь и найти это. Но у нас есть готовые умозаключения. Конечно же, мы знаем, где находится Бог. Мы знаем Его имя, имя Его жены, знаем, сколько у Него детей, знаем Его день рождения, мы знаем, что Он любит на Свой день рождения — это серьезная проблема. Но вы ни черта не знаете о себе. Как я уже говорил вам, единственное, что вы можете испытать как эту жизнь — это то, что происходит внутри вас. Вы не можете пережить то, что происходит там. Вы можете испытать только то, что происходит внутри. Вы видите все лишь таким, как оно проецируется в вашем уме, не так ли? Нет другого способа увидеть это. Но вера уводит вас в сторону. Если вы не будете ни во что верить и не будете ничего отрицать, вы естественным образом обратитесь внутрь. Люди верят и поэтому смотрят на небо. Если вы не будете делать таких умозаключений, природа человеческого разума такова, что он естественным образом осознает, что источник вашего опыта находится внутри вас. Сейчас вы воспринимаете мир так. Ваш ум подобен зеркалу, он отражает все это. Вы видите это не здесь, вы видите это внутри себя. Так что вы видите все в этом зеркале. Не думайте, что оно плоское. Оно кривое, но тем не менее способно отражать. Но оно никогда не показывает вам, кто есть вы. Вы можете видеть этого, этого и того, и того. Но вы не можете видеть этого, потому что это находится за зеркалом. Сделайте одну простую вещь. Я не знаю, попытаетесь ли вы это сделать, но все же попробуйте. Если вы уделите внимание, сейчас вы сидите. После двух часов сидения вы начинаете чувствовать неудобства. Когда вы встанете, вы почувствуете определенную приятность. И это не расслабление мышц. Если вы обратите внимание, вы поймете, это что-то более глубокое. Возникает определенная приятность. Или вы стоите долгое время. Вы садитесь, возникает определенная приятность. Или, допустим, вам захотелось пить. Вы выпиваете стакан воды. Вы ощущаете гораздо более глубокую приятность. Не от прохлад воды, не от утоления жажды. Вы ложитесь в свою постель после насыщенного дня. И чувствуете, как по телу разливается чувство некой приятности. Вы просыпаетесь утром, и по телу разливается чувство некой приятности. Просто потому, что вы постоянно находитесь в состоянии, как я уже говорил, умственной диареи. Вы ничего не замечаете. Я говорю, уделите немного внимания. Сегодня, когда вы пойдете на ужин домой или еще куда-нибудь, вы молодая девушка, так что я оставляю это на ваше усмотрение. Когда бы вы не пошли на ужин, не приступайте к еде, пока не почувствуете настоящий голод. Когда подадут еду, подождите. Сейчас вы действительно хотите есть. Подождите две минуты. Просто посмотрите на еду. Подождите еще немного. Затем медленно начните есть. Когда пища проникнет в вас, вы почувствуете, что все тело реагирует определенным образом. По телу разливается чувство некой приятности. Продолжайте прислушиваться к этому чувству. Не то чтобы вы совсем не обращали на это внимание, но, как правило, большинство людей остаются с этой приятностью не более 2-3 секунд. Постарайтесь удерживать это чувство, скажем, на 12-15 секунд. Через несколько дней вы окажетесь по другую сторону зеркала своего ума и уже не захотите задавать этот вопрос. Вы узнаете, что значит жить с Божественным. Сейчас вы живете не с той стороны зеркала. Перед вами мелькает калейдоскоп образов. Но вы никогда не увидите себя или природу своего существования. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!